всем привет друзья с вами гомелька барк мы продолжаем смотреть турнир кубок нации по Сегодня будем смотреть бой, второй бой второго группового раунда между Необадом из клана Виамилитера и Аларихом из клана Виамилитера, фракции Ост Готе против Бургундов. Во втором раунде, напомню вам, играется два боя, счет может быть либо 1-1, либо 2-0. В предыдущий бой выиграл Необад за Бургундов, этот бой вы можете найти, перейдя по ссылке, которая сейчас появится на экране. Так, теперь давайте смотреть на составы. Итак, я так вижу, что Бургунды свой состав не поменяли. Пехота это 4 отряда бургундских топорщиков, двуручные топоры генерал тоже топорщик, бургундская гвардия. Кроме того, есть германские пикинеры, 3 штуки и 2 отряда знатных германских мечника. Стрелки представлены 3 отрядами элитных германских лучников и 1 отрядом обычных германских лучников. Кавалерия представлена 4 отрядами царских воинов с дротиками, 2 отрядами бородатых воинов с дротиками. Аларих, в свою очередь, состав поменял, а вот такой состав за Ост Готов мне нравится куда более. Больше, чем предыдущий состав. Так, давайте смотреть. 3 отряда Готских новобранцев, это пикинеры. За ними идут Готский боевой отряд, 3 штуки. Дальше идут на флангах очень много пехоты. Это Готские серпоносцы. Готские серпоносцы. И Фракийские воины. Фракийские воины. На другом фланге Готские серпоносцы. Готские серпоносцы. Фракийские воины. Фракийские воины, да. В общем, 4 отряда Готских серпоносцев, 4 отряда Фракийских воинов, 3 отряда Готский боевой отряд. Кавалерия представлена знатными годскими пикинерами, знатные годские пикинеры, знатные годские пикинеры, четыре отряды знатных годских пикинеров, генерал-кавалерия, царские сайоны, плюс еще один отряд германских пикинеров, средняя конница ударная. Вот такой вот состав, это конечно очень-очень грозная сила за Готов, я думаю, что стоило его даже в первом бою брать. Готы обычно побеждают за счет своего пехотного спама, очень-очень-очень много пехоты надо брать за Готов, с хорошим натиском у Готов пехота и с очень-очень сильным демейджем в ближнем бою. Итак, собственно говоря, вот по этому бою я бы отдал преимущество Готам, именно за счет того, что у них очень много хорошей пехоты, им сейчас главная задача побыстрее вступить в ближний бой, потому что у них нету стрелков, а у Бургундова они есть, и если промедлить с ближним боем, то можно получить очень знатных люлей от стрелков, да, и видим, что решаем. Здесь Алларих на самом деле на очень опасную игру, атаковать сразу с двух флангов, обычно выбирают игроки один из флангов, атакуют с него, но здесь Алларих уверен в своих силах и атакует сразу с обеих флангов. Давайте посмотрим, к чему это приведет, сможет ли он реализовать свой план, вот здесь вот пошли вперед Готские Серпановцы, очень легкая пехота, плюс они включили свою опилку, стремительный натиск и завязывают боем здесь знатных германских мечников. Германские мечники, конечно же, не имеют абсолютно никаких шансов против Готских Серпановцев, здесь пошли чарджи кавалерии со стороны Бургундов уже, да, вот здесь размен один в один пошел, здесь бородатый воин из хедпоинта, и мораль сразу резко этого отряда падает, ну, завязывается бой сразу на обеих флангах, посмотрите, и здесь. Ну, а здесь видим, что очень сильный чарджи пропускает Алларих по своей пехоте, но не так фатально это для Готов, потому что у них просто гигантское количество этой самой пехоты, да, и происходит то, о чем я и говорил, как очень быстро вступает в ближний бой Алларих, Бургундий не успевает отступить, и начинаются здесь большие проблемы у бургундов, разбирается очень-очень-очень эффективно, у них кавалерия, она вступает в ближний бой, и не успевает выйти из нее, и нанесет большие потери, а в свою очередь Готы выводит свою пехоту, свою кавалерию за счет того, что у них, ну, просто гигантское количество пехоты есть куда спрятаться, смотрим, что здесь, но, в принципе, в принципе, за счет класса своей кавалерии здесь пытается что-то сделать, пытается что-то сделать Необад, сносит очень много, очень большие потери, ударная кавалерия бургундов наносит, но, мы видим, один из флангов удалось защитить бургундам, но второй фланг очень сильно слить, здесь очень активно сражается со своим генералом Алларих, да, постоянно чаржится, выводит и заводит в бой, Ну, вот, я думаю, этот фланг, левый фланг бургунги сейчас падет, но, в свою очередь, бургунд затаскивают свой правый фланг, очень неплохо, вот здесь топоры догоняют этот у нас Гутский серпанов, сейчас вырежут их, ну, в принципе, здесь, я бы сказал, ничья на данный момент намещается, но, ничья такая, знаете, в пользу, я бы сказал, бургундов, потому что есть три пики, Есть очень много учников, есть топор, есть ударная кавалерия, вот топорщик целый, 113 человек, и, в принципе, здесь вполне себе может бургундия построить в такое подобие букса и пытаться отстреливать, ну, давайте посмотрим, Алларих, я думаю, это все понимает, и сейчас будет нагнетать обстановку, будет охотиться за стрелками, да, он так и делает, Пытается уничтожить именно стрелков, но у Готов тоже дофига чего остается, потому что пехоты очень много, вот здесь вот сейчас, я думаю, хороший чардж будет, да, вот это вот, я понимаю, очень-очень мощный чардж со стороны бородатых воинов с дротиками, они просто врезаются в три отряда, это Готские серпоносцы, фракийские воины и знатные Готские пикинеры, просто посмотрите, как он моментально выкашивает отряд пехоты, два отряда пехоты выкашиваются одним чарджем, это замечательные, большие потери знатные Готские пикинеры несут, огнем еще поливает здесь с фланга, ну, очень-очень хороший чардж получается, тем временем, да, тем временем преимущество у Бургундии растет, очень много войск остается у Бургундии, а у Готов, начиная все разбегаться, вот Топорщика, если бы вспомнил об этом, так, Топорщике, Необат было бы неплохо, и о своем плыском пикинере тоже было бы неплохо, если бы вспомнил о Ларе, было бы веселее им обоим. Смотрим на обычной скорости, что здесь происходит, так, ну, здесь, да, основная цель, я так понимаю, у Авариха это убить стрелков, во что бы то ни стало, эту цель свою он продолжает исследовать и осуществлять, нужно также понимать, что вот эти вот пикинеры, пусть они и дешевые, пусть они и, можно сказать, говна пехота, но за счет того, что у фракийской, у Готской армии очень мало брони, почти у всех генитов отсутствует броня, более-менее нормальная, да, и очень высокий натиск, они в лобовом столкновении с пиками очень много теряют, вот здесь вот очень нехорошо действует Необат, пропускает чарджи в тыл к своим пикинерам, а с тыла чардж по пикинерам это очень фатальная ошибка, я, я так, ну, эта игра не похожа на игру Необада, он играет как-то расхлябанно, я бы сказал, очень плохой контроль, элементарные ошибки допускает, которых он, ну, в принципе, в обычных играх не допускает, и теряет все свое преимущество, да, чарджи в тыл по пикинерам приносят пользу, приносят свой эффект, а Ларих очень уверенно разбирает пикинеров и вот только-только сейчас вспоминает о своем бургундском топорщике Необад, но уже поздно, кавалерия остается, много три отряда, что-то довольно-таки странно, учитывая тот факт, что кавалерия у Готов послабее была, чем у бургундов, да, удается, удается сравнять счет Аларих, у счета становится 1-1, игроки получают по одному очку за этот матч, думаю, что игры были очень интересные, как первый бой, так и второй бой, состав в первом бою, я думаю, очень сильно подвел Алариха во втором бою, он учел свои ошибки, взял более сильный состав и грамотно его реализовал, за счет чего ему и удалось победить. Итак, друзья, цифры на ваших экранах, что можно отметить у бургундов, ни одного отряда, которым можно выделить, я не вижу, за исключением, вот один отряд врадатых воинов с дротиками, 250 набил второй, 180, тот, который в конце боя два отряда прогнал Готских, все остальные, средний или ниже средний, надо отметить, что лучники абсолютно ничего не показали, это очень большая проблема, для бургунги в этом бою была. У готов, вся армия примерно на одном уровне, отработал, можно заметить, два отряда Готских, Знамплодских пикинеров, которые больше 200 набили конники, и отряд фракийских воинов, который нарубал 238, и Готский боевой отряд 234, все остальные примерно на одном уровне. Что ж, друзья мои, вот такой вот бой получился у Алла и Хайня Бада из клана Виа Милитера, своим богом, Эмикар Барт, надеюсь, вам понравилось, лайк, подписка, увидимся, бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok